Прямо сейчас в Ханты-Мансийске проходит Югорский лыжный марафон. Первая гонка 50 километров классическим стилем. На трассе работает мой коллега Дмитрий Перешвицин. Узнаем у него подробности. Да, здравствуй, Илья. 228 участников сегодня отправились покорять королевскую дистанцию. Первый день Югорского лыжного марафона, классический стиль. И вот сейчас мы уже в ожидании спортсменов в финишном створе. Сегодня, конечно, погода преподнесла сюрпризы. Ночью было минус 18, сейчас уже потеплело до минус 14. Но ветер не дает расслабиться, и здесь на самом деле очень холодно. Если верить промежуточным результатам, то после 40-го километра пилотон возглавляет Евгений Цыпков, спину ему дышит Владислав Ичканов. Поэтому финиш, судя по всему, нас ждет очень интересный. Мне бы сейчас хотелось поговорить с тренером сборной Югры по лыжным гонкам Сергеем Турышевым, который, кстати, накануне стал обладателем государственной награды, если я правильно понимаю, ордена дружбы. Сергей, давайте пару слов о награде, и потом поговорим о Югорском марафоне. Всем добрый день. Да, вчера буквально мы получали государственные награды. Помощник президента Левитин нас награждал этим наградами. Сегодня ночью я летел обратно, вот утром прилетел в мороз. Сразу понял, что сегодня дистанция будет, конечно, непростая. Но, в принципе, ребята стараются, ребята, девчата сейчас борются, выясняют посильнейшие. Вот ждем как раз о финише. Мы вас поздравляем с наградой. Вот скажите, а вот такое вот резкое похолодание для лыжников, насколько это сюрприз? И насколько это может быть в плохую сторону, может сказаться? Да нет, на самом деле это уже не сюрприз, потому что все-таки за плечами прошедшая зима, да, уже все-таки у нас весна, да, вовсю. Но такие морозы – это нечастое явление, как бы, но это в любом случае привычное, поэтому никоим образом не скажется, да, там есть только определенные проблемы будут с выбором лыж. Кто-то, может быть, привез теплые лыжи, а здесь сейчас морозный снег. Но я думаю, все профессионалы, все заранее посмотрели прогноз погоды, и спортсмены стараются приезжать за день, за два до таких марафонов, ну и погода была известна. Кстати, в прошлом году, когда первый марафон классическим стилем проходил, Сергей Туршев занял второе место, бежал он на лыжах Сергея Устюгова. Скажите, сегодня, понятно, не бежите, завтра, может быть, примите участие? Да нет, уже все, хватит бегать, уже пора заниматься моей самой основной деятельностью, это тренерской деятельностью, организационной работой, той, которой я должен заниматься. Все прекрасно знают, что, я уже не раз говорил, что сборная Ханты-Мансийского округа по лыжным гонкам сейчас переживает не лучшие времена, у нас есть Сергей Устюгов, и нам нужно растить новое поколение, новую смену, которую заменят уже возрастных спортсменов у нас. Да, и вот как раз у нас финиш, финиш сейчас будет известен, победитель в классике, давайте буквально чуть-чуть эфирного времени потянем. Станислав Соревнуется, Станислав Волженцев, вот, наверное, со Спириным, Сергеем, мы с кем вот еще не могу, Вичканов четвертый, вот, второго, третьего, не могу узнать пока, по комбинезонам и по шапкам. Ну что ж, победитель Югорского лыжного марафона известен, сейчас мы пойдем уже детально смотреть, кто был с лучшим в этой разножке, будем держать вас в курсе событий, и смотрите нас дальше в эфире, Илья, передаю слава тебе. Спасибо, Дима, на Югорском лыжном марафоне работает Дмитрий Пришвицин.